Ребята, приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас очередной выезд. Приехали мы в городе Жинск, в Петряевка, в поселок Петряевка. Работаем в районе Южный массив, так называемый. Вот домик каркасный строится, нужно водоснабжение на данном участке. Здесь, я так понимаю, центральную воду не подводят, может быть, это дороже или еще что-то как-то, да? Но это со временем, может быть, подведут, да? Года сколько? Мы лет, наверное, 7 назад работали, около 6-7 лет. Вот дом стоит желтый, желтый домик кирпичный, мы делали в бане, за ним баня, делали воду. Там метраж был ориентировочно 12-13 метров, крупный песок, серый, вода техническая, железом. А в прошлом году мы делали за этим домом, ролик не снимали, то же самое, там ориентировочно 10-12 метров, тоже вода техническая. Здесь вообще промзона недалеко, вода здесь везде плохая. Ну, то есть она прозрачная, просто с большим содержанием железа. Вот сейчас мы приехали на данный участок, здесь будем делать, ну, примерно так же, да? Да, единственный момент, здесь глина идет сверху, делать будем вот в этом месте. Здесь, по согласованию с заказчиком, здесь будет находиться техническое помещение, ну, из-за котельной или еще что-то, может быть, санузел. Горячий кабель со временем сделать, насосное оборудование, либо здесь поставят теплое какое-то помещение сделать, либо наверх его на пол поставят. Железо здесь везде, то есть сразу предупредил, они сказали, мы в курсе. Вот человек, которым мы делали в районе 6-7 лет назад, мы с ним поговорили, мы с ним периодически видимся в городе, пересекаемся. Он сказал, что он бурил машиной. Машина бурил там в районе 25-27 метров, вода техническая. Хотя ему изначально сказал, что смысл нет, ну, бурится глубже, здесь хорошей воды все равно не будет. Здесь, так скажем, пласт глины, потом идет песчаный, песчаный, серый песок идет, крупный, ну, должен быть крупный, потому что здесь на этой улице делали не одну скважину. И везде техническая вода, вообще хорошей воды нет. На установке у нас сегодня будет станция Гидрокс, нержавейка, 800 ватт мощности. Ну, по времени примерно, плюс-минус 2, может быть, 3 часа, может быть, пораньше, поменьше. Посмотрим, если глины будет много, здесь чуть-чуть повозиться придется, потому что верховодка здесь с углинки давит, ну, так скажем, долгая проходка будет возможна. Все по месту. Водой, гидробурением здесь, вот именно здесь, в этом районе, удобно работать, потому что здесь глина, быстро ее проходишь, обсаживаешься, установишь насосное оборудование. Вот там, где верховодка, желонки не очень хорошо, и там, где глины много. Есть определенные места, где удобно желонкой работать, есть места, где удобно работать гидробурением. Но, опять же, здесь в данном случае воды нет, можно, конечно, договориться ходить, но не хочется никого напрягать. Сегодня рабочий день, все на работе, поэтому заранее договориться тоже не стали. Желонкой сделаем, чуть подольше, но я думаю, что желонкой сделаем. Поехали работать. Добрались мы до водички, ориентировочно у нас было 4 метра глины, ну в конце практически немножко был пласт песчаный, цветового песка, ну такой прям чуть-чуть увлажненный, дальше суглинок, дальше опять песок, и вот сейчас до водоноса добираемся, песок сереть начинает. Сейчас покажем, такой песочек здесь идет, прихлюпывает, но это еще не то, то здесь возможно будет верховодка вот эта вот верховодка, потом опять глина начнется, здесь везде по-разному, вот он плавный переход в серый, ну в принципе вот водичка уже есть, пока песок относительно нормальный, но посмотрим, может быть даже получится сделать нормально, я сомневаюсь, потому что здесь вот, ну это прям начало, сейчас возможно плавный переход в серый песок. Запаха нет железа пока, насколько будет этот пласт, будет его метра три, в идеале, так скажем, то это хорошо, то есть можно будет обсадиться на относительно нормальную воду, может быть, ну как нормальную, здесь конечно цептик есть у людей, здесь 4 метра глины, поэтому здесь, ну в воде некуда деваться, вот 2-3 метра колодец у людей, и они откачивают, вызывают машину, откачивают. Вот сейчас у нас строитель здесь три человека работает, приехал машина разгружаться, 6 тонн, то есть там ГВЛ, что-то, еще какие-то листы, доски и так далее, 6 тонн. Он встал вон там на дороге, говорит, я сюда не проеду здесь, потому что, ну такая, грунт не очень приятный для грузовика, можно здесь остаться. Вот мужики пошли скидывать, 6 тонн втроем, это конечно трэш, там можно, говорит, было бы это взять, манипулятор, поднять спину, поднять спину, но это все дополнительные деньги, ну в любом случае, ребята, наверное, тоже за эти деньги должны взять, любой труд должен быть оплачен. Так, помощь моя нужна? Походу, да. А с одной руки не получится? Нет, я думал, ты без меня спрашиваешь. Сейчас покажем вам и отключаемся, дальше мы желание будем, и уже, так скажем, в дальнейшем все видеообзоры, потому что одному не очень работать удобно, особенно желанки. Да, сейчас заплывает, у нас сколько получилось воды? Ну да, я думаю, что скорее всего так и будет, то есть, может быть, даже глины здесь не будет. Вот слышно, да, как хлюпает? Вот он, обладненный песочек. Ну да, цвет у него такой хороший для этого места, хороший, странно очень. Ну, все возможно. Буквально вчера у нас был выезд Богородск, район Демидова. Ролик не снимали, был не очень удобно, было жарко. У нас там, так скажем, получилась разведка. В каком плане разведка? Пласт песка 20 сантиметров. Дальше идет глина, 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 глина. В общем, короче, прошли до десятки, везде одна глина идет. В том месте мы работали, там пласты есть песчаные, там даже, по-моему, ролик был, ну, такой небольшой ролик был на канале, два было, года три назад мы делали. Ну, я сказал, без гарантии. У них колодец на участке, у заказчиков был, глубиной два метра. Два метра глубина колодца и зеркало метр. Вот мы на этот пласт попытались обсадиться, в общем, ничего не дает, даже не плюется. А дальше просто глина идет, известняк, глина и все такое. То есть там, а рядом на участке скважины 55 метров. Это нормально, тоже такое может быть. А в этой деревне чуть пониже. Мы делали 10 метров, 8 метров. Идеальная вода, все качает, все отлично, песок крупный. Вот как-то так. Бывают места, где не все стабильно, не все стандартно. А бывает, приезжаешь, допустим, есть сады определенные, приезжаешь и все скважины примерно идут 6 метров, 6 метров. Везде мягкая вода, песок, никакой глины, ничего нет. Все, все везде стандартно. Это, конечно, быстрая скважина. Приехал, за 40 минут сделаю. Ну, установка там минут 20-30 займет еще. Ну, в районе час-полтора и скважина готова по включу, так скажем. А уж какая вода, вот все там пишут, хейтеры, так скажем, на канале пишут то, что верховодка и так далее, там грунтовая вода, скважина соседа. Да вы поймите одну вещь, то что воды-то много не надо нам, для технических целей вся вода основная. Питьевую воду можно привезти, можно сделать фильтрацию, можно взять в магазине бутылку купить, заказать вам ее привезут. Помыться, в принципе, можно водой с железом. Ну да, сантехника единственная желтеет, такое бывает. Ну, воду подготовку никто не отменял. В принципе, ее также можно сделать. Единственный вопрос, во сколько она выйдет. Из лужи можно сделать питьевую воду. Вопрос, сколько это выйдет по деньгам. Все, сейчас закидываем вовсадную и желоним. На ориентировочный метраж до 10 метров, я думаю, будет. Ну, может быть, метров 8-10. Так, ну что, накрываем стол, начинаем обед. Опа, что? 4,5 метра. 4,5 метра и дальше у нас затянуло. Дальше у нас кусочек доносный. Ставим столик и желоним. Как-то это все вот так выглядит со стороны. Немножко у меня тут это, после кондиционера, простуда. Логички обязательно. Сегодня дождь передавали, надеюсь, не будет. Потому что, ну, неприятно работать дождь. Тем более здесь с углиных, сверху глина. Ну, машину придется убирать. Можем здесь остаться. Застрять легко очень. Так, непогода. Так. Поехали. Хорошо, если будет сейчас песок идти, такого же цвета, который мы шнеком достали. Светлый, так скажем, относительно светлый. Может быть, железа будет поменьше, может быть, вообще не будет. А, возможно, сейчас прослочка глины будет и начнет сыраться от по снегу. Так. Достаем, смотрим. Сейчас идет такой бум на строительство каркасников. Ну, во-первых, это дешевле, во-вторых, проще сделать, так скажем, да. Своя забирная машина приехала, раз, два, три, четыре, пять, там, в течение дня все сделал, уехал. Ребят, ну, что могу сказать? Очень даже ничего, пока что. Очень даже неплохо. Я думаю, то, что, возможно, вполне возможно, будет хорошей водичкой здесь. По крайней мере, без серого водорода. Вот, прежде чем выбирать участок, да, строиться. Если есть возможность, вот те, кто смотрит ролики, там, подписан на нас и так далее, уточняйте такие моменты, допустим, нашли землю, хорошую землю, да, вам все устраивает, сразу пробивайте качество воды в данном районе. Потому что есть места, люди строят дома, там, ну, не один десяток миллионов рублей тратят, да, для того, чтобы поставить дом, там, все такое, вызывают машину, делают машины бурения, там, 30-60 метров, а вода непригодная, то есть вода никакая, водоподготовка дорогая и так далее. Да, не спорю, это можно сделать. У кого деньги есть, тот делает. А есть места, где нормальная вода, колодезный слой, все работает, все отлично. Поэтому, опа, вот, вот что мы и опасались. Вот что мы и опасались, все. Вот пласт был буквально там 20 сантиметров, начинает серость. Серость, пока запах не отдает, посмотрим. Ну, я думаю, что все, буквально здесь. У нас сейчас 5 метров, но на 5 метров обсаживаться не будем, потому что здесь статика в районе 4 только. Это очень опасно, это рискованно. Есть места, где можно рискнуть, обсадиться, да, где хорошая водоотдача. Были такие места, где мы делали скважину 5 метров, зеркало воды там 4, 4,5. И качает дебетом бешеным там 2 куба в час, все нормально. Но это очень рискованно. Если уровень воды понизится, статика упадет, фильтр оголится, будут плевки на выходе, либо насос вообще воды не поднимет. Это легко, может быть. Стабильность нужна и гарантия, так скажем. Все, начинает плавно сереть. Плавный переход в серый песок. Ну, подожди, дай, понюхай. Ну, пока еще терпимо, серого водорода нет. Что идем дальше, смотрим. Что нас ждет? Глубже. 8 метров мы сейчас загоняем обсадных. Ну что, ребята, не получилось у нас. Не получилось здесь хорошую воду дать. Ну, мы еще и не дошли, но в любом случае она не поменяется, песок не поменяется. Вот такой песка был полметра, все. Полметра светлого песка. То есть сначала с углеводок идет, а потом полметра вот такого песка. Но это очень мало, то есть на него встать нереально. Колодец, может быть, как-то что-то попробовать, да. Но не скважину, не обесинку. Вот серый песок мелкий идет. Серый, серый водород. Все как нужно. Как обычно, вернее. Часто бывает в этом районе. Ну, были надежды, конечно. Вот он такой вот идет, серенький, серенький. Вот сейчас немного прослочка глина была. Вот он сейчас идет такой, ну, ближе к мелкому. Не пыль, конечно, но ближе к мелкому. И сейчас дальше, если глубже идти, будет крупнеть. То есть, ну, фракция песка, так скажем, увеличится. Хороший песочек будет, но водичка будет плохая. Ну, здесь изначально заказчик в курсе. То есть я ему объяснял, что здесь хорошей воды не будет. Он говорит, я знаю, я уже узнал. А тем более глубже только железо. О, вообще-то чернота. Чернота. Ну, это, грубо говоря, болото. Вода прозрачная, да, она в большом содержании железо, сероводородом. На котором. Да, уж. Сейчас дойдем до крупного и будем почищать, обсаживаться. Если будет, опять же, крупный. Хорошо, если будет. Водоотдача лучше будет. Десять метров загнали, одиннадцатый метр накрутили. Идет крупный песок с девяти с половиной метров. Сейчас мы в него заходим, чистим и обсаживаем фильтр. Устанавливаем, так скажем, в крупный песок, чтобы хорошая водоотдача была и долгий срок службы скважины. Чем крупнее песок, тем водоотдача лучше, так скажем, дебет на выходе лучше, напор больше. Пойдет она, посмотри, сейчас. То есть вот над землей одиннадцать метров. Эш нет, каши не ешь, ни фига, сыпро. Который у нас просто это, спортсмен. Под ним к шнам и не уходит никогда. Так, ребята, сейчас покажу вам, какой песочек был. Сейчас почистить. Ты почищай пока. Вот такие камушки идут. Ну, это песчанин, короче. Камушки. Галька. Вот такой был песок изначально, до девятиметров. Сейчас сфокусируйтесь, может быть. Давай его до девятиметров. Сейчас покажем, как выйдет после. Пустая? Давай камень тогда. Дай мне руку. Осторожнее. Будет камень, нет? Давай на стол. Катя, не тряси, не тряси. Я сейчас постараюсь его достать. Не, не достану. Он прям в конце. Вот сюда ударь, в желудок. Тихонечко. Оп, вон. Вот он. Бивень мамонта. Сейчас нам будет покажу. Вот такого плана. Такие вот камушки. В коллекцию 1, 2, 3. Полтора метра. Ну, это нормально, подвалило. Песок, так скажем, давит. И водонос давит, и песок поднимается в трубу. Им проще зайти, так скажем. Сейчас Артур покажет, что он сидит. Вот буквально, вот начало. Сейчас, 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 сейчас. Раз, сфокусируем. Вот такой вот хороший щебень. Классный, но темный. Серый. Вот, даже. Опять пустая? Целая. Целая. Давай. Порадуй нас фракцией. Фракцией ЛДПР. Давай. Воду, воду, куда слей. А мне на руку. О, вот это песочек. Вот это, ребята, песочек. Оп. Вот это хорошо. Вот сейчас его чистим. И на всадке у нас будет фильтр почти готов, колонна готова. Метр запаса будет у нас сверху. Ну, сейчас, наверное, спаяем без запаса. Наш насос поставим на раскачку, сервис, сервис, да, и дальше уже насосное оборудование нарастим, поставим на две дощечки здесь. Так, дорогие друзья, ну что, на данном объекте мы закончили свою работу, глубина скважины получилась 11 метров, статический уровень воды 3,80, качает 2 куба в час, водичка с большим содержанием железа, но другой воды в этом районе нет. Она будет стабильно работать, ну, в среднем, там, 15-30 лет работают данные скважины. Федерацию заказчик установит, и будет хорошая вода. По крайней мере, для водоснабжения участка, для машины помыть, огород полить, там, я не знаю, для технических целей огорода вполне достаточная вода. Ну, то есть, хороший дебет для этого места, для этого района. Так, здесь какая ситуация? Установили насос. Насосную станцию установили гидрокс 800-ватт нержавейка. Сейчас ее временно поставили на, ну, так скажем, на дощечки, на деревяшки. Заказчик в последующем здесь утеплит все это дело. Сделает, ну, либо теплое помещение, либо она наверху будет стоять, и гречи кабель везет. Все, на сегодня все. Столько? 2 часа, наверное, да, примерно? Ну, 3 часа примерно нас слышал. Глина была, сверху много глины, поэтому чуть-чуть застряли. Гидробурение прошли бы за час, и, ну, на установку. В общей сложности полтора часа бы ушло. Все, кому интересно, подписывайтесь на наш канал, мы поехали дальше давать воду. Субтитры сделал DimaTorzok